Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, мне сегодня выпала честь выступить с этим докладом, который, я полагаю, внесет ясность не только в наши специальности, но и то, что мы хотим видеть как клиницисты от лучевых диагностов, потому что это очень важно для нас. Почему же это все-таки важно? Позвольте представить доклад. Начнем мы все-таки с вопроса печень. Что же это такое? Это железа, самая крупная железа в человеческом организме, которая имеет вес практически полтора килограмма. Печень выполняет очень большое количество функций. И если вы заметили, то написано, что печень выполняет более 500 важнейших биохимических реакций в организме. За одну минуту происходит более 20 миллионов биохимических реакций. Но и самое, что было для меня тоже воспоминанием из цикла анатомии и физиологии, в том, что в день печень фактически через нее циркулирует около 2000 литров крови. Анатомия печени. Все мы привыкли видеть давно сегментарное строение печени, которое открыл нам еще хирург-анатом французского происхождения Клод Куин в 1957 году. Но также мы видим очень большое количество трубчатых структур, так называемых сосудистых структур и желчеводящих путей, которые, в принципе, пронизывают всю печень вдоль и поперек. Мы разделили в нашем докладе образование на так называемые паренхематозные, к которым отнесли злокачественные, это гипотоцеллюлярное и вторичное поражение печени, метастатическое. Паразитарные унесли туда и, собственно говоря, доброкачественные гемангиомы, кисты и локальный стеатоз, которые мы часто видим в четвертом B-сегменте в области выхода круглой связки печени. Но и также опухоли желчеводящих путей. Отдельным будут блоком у нас внутрепеченочные желчные протоки, опухоли Клацкина, это опухоли, которые располагаются в области бифуркации желчеводящих протоков, непеченочные желчные протоки, но и, собственно говоря, опухоли желчного пузыря. Что же все-таки мы хотим? Какие пункты основные мы хотим видеть в вашем заключении? Это локализация опухоли, вид опухоли, сосудистая архитектоника печени, лимфатические узлы и объем и функция остатка печени. Будем разбирать все по пунктам. Для чего же нам это все нужно? Локализация. Для того, чтобы нам выполнить какое-то оперативное вмешательство, а как представлено на данном слайде, их очень большое количество, сюда еще не внесены двухэтапные оперативные вмешательства на печени. Мы должны знать точную локализацию, в каком сегменте, какого размера, инвазируют ли желчеводящие протоки, инвазируют ли сосудистые структуры. Это нам очень поможет в выборе объема оперативного вмешательства. Почему это так? Потому что для нас объем и расположение очаговых образований в печени очень важны. Мы видим клиническую картину с дальнейшим прогнозированием у этого пациента общей выживаемости и различных других функций. Например, при гепатоцеллюральном раке, если мы видим один очаг в любой издалей печени, мы можем выполнить абляцию, резекцию и помочь пациенту. Если мы видим белобарное поражение, то уже выходит на арену таргетная терапия с возможными эмболизациями артерий и проведением данного лечения. Но если мы видим уже терминальную стадию, то у пациентов только один путь – это симптоматическая паллиативная помощь. Что же касается паренхематозных вторичных изменений, мы разберем их на примере метастазов колоректального рака. Еще в начале печеночной хирургии, когда она зарождалась, ну не зарождалась, а только начала развиваться, были очень сдержанные критерии для резекции метастазов в печени колоректального рака. Но в последующем они разрослись и стали, так мы называем, мы стали называть это агрессивным подходом. То есть для нас перестало быть критерием количества метастазов, для нас перестало быть критерием резектабельности, для нас перестало быть критерием наличия метастазов в других органах. И вот, собственно говоря, в 2016 году хирургом из Италии Торцили, который сейчас является, на мой взгляд, наиболее лучшим хирургом в гепатохирургии, им были выведены следующие критерии. О том, что возможность, это к агрессивному подходу, все больше и больше мы подходим, о том, что R0 резекция по паренхиме может быть не до сантиметра, как раньше считалось, а R0 это уже один миллиметр. И возможность, возможность выполнения R1 резекции по сосуду. И мы видим на данном слайде, что R0 резекция по паренхиме и R1 резекция по сосуду, они практически у пациентов являются идентичными в их выживаемости. Значит, опухоли Клацкина. Мы все знаем хорошо нашу классификацию B-Smart Carlet, которая показывает нам 5 типов, собственно говоря, этой опухоли. Для чего нам нужно знать, какой тип опухоли представлен у нас у пациента? Да, потому что для каждого типа опухоли есть у нас, вот на графике показана выживаемость. Четвертый тип вообще не включен сюда, потому что, собственно говоря, это палеотивная помощь, которая должна оказываться пациенту, так скажем, амбулаторно или в каких-то хосписных учреждениях. Желчный пузырь. По последнему консенсусу, который произошел в Бразилии в 2019 году, нам тоже нужно знать распространение опухолевого образования, потому что для T1A и для опухоли T-in-situ выполняется стандартная холецистектомия. Для T1B и T1B по T3 выполняется расширенная холецистектомия с резекцией либо пятого, либо четвертого B-сегментов, куда проходит инвазия опухолевого образования. И при T4 это расширенная геми-гипатектомия, которая выполняется даже с возможным резекцией соседних органов. Но мы немножко залезли, так скажем, в огород лучевых диагностов и посмотрели все-таки чувствительность и специфичность той или иной методики для различных опухолевых образований печени. Так вот, в принципе, для гепатоцеллюлярного рака при очаге менее 2 см специфичность УЗИ 100%, но наиболее показательным является МРТ с контрастированием. И там и чувствительность, и специфичность достаточно на высоком уровне. Если же гепатоцеллюлярный рак больше 2 см, то, собственно говоря, тут выходит на арену и КТ с контрастированием, который может практически и чувствительность, и специфичность ее соответствует МРТ с контрастированием. Холангиокарциномы. Что мы видим здесь? Здесь видим преобладание, собственно говоря, УЗИ-исследования, которое показало хорошую специфичность и чувствительность. Вторичные поражения печени. Но здесь ультразвуковое исследование из всех стандартов, к сожалению, сейчас уже ушло, поэтому мы выполняем либо КТ с контрастированием, либо МРТ с контрастированием, что тоже показывает и хорошую специфичность и чувствительность. Но основным критерием, который мы всегда считаем стопроцентным, это, собственно говоря, биопсийный материал, который изучают наши морфологи. Для паренхематозных опухолей мы часто выполняем перкутанную под контролем УЗИ, триплан-биопсию. Но сейчас для холангиокарциномы все больше и больше в мире и у нас в центре набирает оборот такой метод, как холангиоскопия, которая может быть как ретроградная, так и антоградная. Что же мы хотим знать про сосудистую архитектонику? Все мы знаем несколько классификаций, которые показывают нам сосудистую архитектонику гипотепанкреатобилиарной зоны. В основном у нас в центре и в мире пользуются классификации Митчеллс. Вот здесь представлено 9 ее типов, но о них более подробно расскажут наши коллеги-рентгенологи. Для чего нам это нужно знать? Хотел бы привести клинический пример. Вот когда мы оперировали, ну операция была выполнена не на печени, выполняли гастропанкреатодональную резекцию. По заключению КТ у нас было нам дано, что Митчеллс 1, что соответствует стандартам. После диссекции общей печеночной артерии мы вышли на ту зону, где, собственно говоря, мы дифференцировали гастродональную артерию, которая уходит вниз. И, собственно говоря, мы считали, что вот вверх к печени отходит, собственно, печеночная артерия, как это бывает при Митчеллс 1. Но нас смутила дополнительная пульсация в области гастропанкреатодональной артерии. И при тщательной диссекции мы увидели то, что отдельными стволами отходит левая печеночная артерия и отдельным стволом отходит правая печеночная артерия. Так вот, если при операции на гастропанкреатодональной резекции мы перевязываем гастродональную артерию, спокойно дальше делаем панкреатодональную резекцию и оставляем, собственно говоря, правую долю без артериального кровоснабжения. Также множество существует классификаций и других сосудов. Например, Накамура еще в 2002 году описал, мы до сих пор пользуемся этой классификацией, классификацией деления воротной вены в области, в паренхеме печени. Венозная архитектоника собственных вен печени тоже расписана и классифицирована еще в 1995 году. Но до сих пор актуальна и все ею пользуются. Я всегда говорил и буду повторять то, что гепатопанкреатобилярная зона является для нас, для хирургов, минным полем. И вот ваша задача, как ради лучевых диагностов, расставить для нас флажки. Потому что можно ходить по минному полю? Можно. Но это когда-то закончится печально. Поэтому гораздо приятнее ходить, когда мы видим вот такие флажки М в ваших заключениях. Ну и закончим на архитектонике трубчатых структур, так называемых, печени. Это желчеводящие протоки. Тоже на Камуров в 2002 году описал. Все пользуемся. Для чего нам нужно лимфогенное распространение? Это прогноз. Прогноз для пациентов. И с прогностической точки зрения мы, как клиницисты, должны понимать, выполнять операцию на печени пациенту. Или, может быть, с нынешним развитием химиотерапевтического лечения, оставить его на химиотерапии, что ему принесет большую пользу и не снизит качество жизни. Вот для каждых образований мы, в принципе, здесь постарались представить кривые Каплана-Майера по выживаемости. Но мы видим, что значимо снижается общая выживаемость при большом количестве распространения лимфогеном. Но и при N+, даже единичных метастазах, она тоже не достигает больших временных промежутков. Точно так же при вторичном поражении печени, когда мы смотрим, и вроде бы мы можем сделать диссекцию гепатодиоденальной связки, но мы видим, что этому пациенту показана симптоматическая, точнее, не симптоматическая, а палеотивная помощь, потому что он уже четвертая стадия у него. И это гораздо лучше будет для пациента со стороны их качества жизни. И, собственно говоря, не будет никаких травм в виде хирургии. Ну и так же опухоли желчеводящих путей. Было проанализировано большое количество пациентов с резекциями той или иной степени. Но когда, вот посмотрите, когда определялись положительные лимфатические узлы, медиана выживаемости у них падало практически вдвое. Ну, все знают эту загадку, которая сейчас ходит очень обширно по соцсетям. Какого же все-таки цвета платья? И каждый человек видит по-разному. Черно-синий, бело-золотое. Но наша задача, хотелось бы вот этим докладом сказать, что мы должны видеть это одинаково, не как это загадка. Для этого я приведу клинический пример. У нас есть два пациента, у которого есть... У первого метастатический очаг располагается в седьмом сегменте всего 2,5 сантиметра. И, казалось бы, можно удалить его. Но тут ситуация какая? Этот очаг располагается в области деления и узурирует, собственно говоря, правую печёночную вену и среднюю печёночную вену. Соответственно, данному пациенту придётся выполнять обширный объём резекции. То есть это расширенную правостороннюю гемегипотектомию. Но зачем при таком очаге выполнять такой большой объём? Мы можем воздействовать на него физически. Даже если у нас не получится радиочастотную абляцию выполнить этому очагу, потому что очаг находится рядом с венами, которые будут отводить тепло, и эта методика будет неэффективна, мы можем выполнить стереотоксическую лучевую терапию, дабы, собственно говоря, воздействовать на этот очаг. И другая пациентка, у которой множественное поражение печени, достаточно крупные узлы находятся и в четвёртом B-сегменте, и в седьмом, и в восьмом. И даже тут просто на картинке не видно, они были и в левой доле печени, но единичные и, собственно говоря, подающиеся радиочастотной абляции. Вот этой пациентке мы можем предложить, да, двухэтапную, но резепцию печени. Всё-таки нам нужно знать и объёмы печени. Для остающейся доли, которую мы планируем оставить пациенту, чтобы она функционировала нормально, для нормальной жизнедеятельности. У здоровых людей 20%, больные со стеатозом или после химиотерапии, мы хотим добиться, чтобы от общего процента печени осталось 30%, и цирроз печени ЧАЛПЮА 40%. Но чаще всего у пациентов после химиотерапии и с выраженным стеатозом мы всё-таки хотим добиться 40%. Все эти цифры к нам пришли к гипотехирургам, собственно говоря, из трансплантологии. Там это было всё изучено, и нам только пришлось позаимствовать это всё. Значит, оценка функций печени. Сейчас всё больше и больше набирает, идёт развитие, и мы можем определить даже степень стеатоза печени при помощи ультразвуковых исследований. Будет доклад, тоже посвящённый этой проблематике, на которой вы можете узнать для себя что-то новое. Мы также знаем, что не только лучевые методики, такие как КТ, МРТ с контрастированием или УЗИ, может нам оценить функцию печени. Также существуют различные другие методики. Это сцентографические методики, использование индоцианина зелёного. Хотел бы вернуться к нашей первой картинке. Мы знаем, что печень выполняет большую функцию. Мы знаем, что травма печени, она может закончиться фатально для пациента. Неправильно оцененный объём, остаточной доли снижает функцию, наступает печёночная недостаточность, и, к сожалению, тут никакими способами нашими медицинскими нельзя будет восстановить у больного печёночную функцию. И это приводит к летальному исходу, потому что ни применение диализа, ничего не заменит, собственно говоря, нашу печень. Поэтому мы хотели бы обратиться к вам с просьбой, как так скажем. Мы в данной ситуации, в оценке объёмов и в оценке вообще планирования хирургических вмешательств, мы являемся заложниками вашего заключения. И чем тщательнее будет написано, чем более доступно, тем и развернуто, тем в большей степени мы можем помочь пациенту. Понятно, что вся ответственность за пациента лежит на хирурге. Но в нашем мире с развитием медицины хотелось бы сделать так, чтобы каждый доктор, который прикасается к этому пациенту, будь то лучевой диагноз, который пишет его заключение, КТ, МРТ, УЗИ, чтобы каждый нес ответственность, потому что за этим стоит человеческая жизнь. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы это всё нам объединить, в общую кучу, значит, мы, ну вообще в мире сейчас очень развито, такой подход, как мультидисциплинарное обсуждение. Мультидисциплинарное обсуждение помогает пациентам получить наиболее правильный вид лечения. И, собственно говоря, даже описывается в статьях, у четверти пациентов была изменена тактика в лечении. Поэтому спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы услышали наш посыл.